ну что честно говоря мне лень лень сегодня жаркий день 35 градусов июнь конец июня но многочисленные просьбы о том чтобы показать прогресс который я достиг постройки своего дома достиг не достиг я думал практически что нет но 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 все-таки что то есть что показать расскажу вам ненадолго покажу вот смотрите улица все такая же асфальт я не кладу потому что еще не построен дом соседа соответственно чтобы мне не прокладывать за деньги которые у меня сейчас нет надо подождать пока сосед достроить что-то потому что с моим соседом другим может говорили что мы сами можем проложить вот хотя бы до электрической будки и это сделает так сказать подъезд к нашим домам более цивилизованный но управляющий сказали не торопить и это как мед мне на сердце потому что честно говоря лишних денег вообще нет особенно сейчас в этой ситуации но тем не менее что я сделал смотрите машину вы уже это увидели хорошая мне нравится царапин подцепил рабочая малявка но для зимы конечно слабоватый так я убрал забор убрал забор здесь был забор как вы помните сделал вот эти ворота электрические которые меня радует штатах когда у меня были дома у меня был один дом с тремя воротами даже вот здесь надо будет приварить соответственно закрыть эту сторону и самое сложное это то что необходимо будет асфальтировать подъезд здесь очень высокий подъем здесь балбесы которые строили как вы видите какой угол они подняли так невозможно просто он был дебилами быть что просто напросто закатать закатать бетон под 45 градусов для чего понимаете но кто хочет узнать почему можете посмотреть мои прежние видео о том как папа смит въехал недостроенный дом поймете причину кто ее делал и так далее и так вот здесь надо будет делать асфальт дальше забор ворота я уже сделал слава богу накопил бабло здесь страшный шмон как кладовка тут у меня все что мне нужно что не нужно 8 процентов отсюда пойдет на на выброс ворота закрыли завтра дай бог приедут строительное что я сделал самое ценное для меня я вырастил траву посадил здесь у меня был помните вот такой в песок везде ведь какая трава у меня по колено и вот эти четыре туи левая из которых умирает практически наверно умерла подсунули мне наверно мертвую все-таки потому что три более-менее держится я их снабжаю всем чем нужно в минералами поливаю регулярно специалиста вызывал трешку семья содрал только ради того чтобы он не сказал что нужно прикупить этого парня вы уже знаете ну и что у нас изменилось внутри можно сказать что много да я сделал свет я называю это хай-тек потом сделал эту перегородку под висящими ступенями я раньше хотел их оставить но сколько денег нет я хотел сделать стекло тут стеклянные перила очень мечты мечтами а нужно реально смотреть на вещи поэтому я решил закрыть и сделать вот такую кладовку которая будет электро щит ну и такая кладовка там для банок разных солений там и так далее и на случай сильных морозов сюда можно спрятаться закрыть дверь поставить там один колорифер и будет очень экономно прогреваться до 30 градусов ибо эту зиму как вы знаете а кто не знает я пережил со своей девушкой в спартанских условиях минус 29 в москве в минус 29 москве вот здесь у меня было здесь висела такой балдахин он еще дырки остались от него где я громадную комнату сколько тут 50 метров уменьшил до размера сколько тут десяти двенадцати метров по вот этот диван и пытался раскочегарить при помощи вот этой вот печи на которую меня нагрели те которые продавали ибо она греет всего лишь в радиусе трех метров от себя но сейчас то я знаю какие печи надо покупать и как что и что трубу нужно проводить 80 процентов 50 процентов в доме потому что она хромированная и красивая все время нагревается на обогревала бы дома мне же сделали трубу снаружи представляете да то есть я грею получается улицу морозную снаружи но вот так как выглядит эта комната принципе как я говорю ламинат я клал сам стену это я клал своими руками тоже это мне подарок от моего друга васи это мне подарок от моего друга даниэля женька прикупила шкаф чисто временно его можно покрасить или вообще выкинуть дешевый такой но что происходит с кухней значит мне удалось закончить ламинат сам я клал ламинат этот понятное дело специалисты скажут о его и криво да мне наплевать у меня очень большой дом 450 квадратов и 430 поэтому я не слежу за тем чтобы тут все под иголочку было сделано во всяком случае меня это устраивает смотрите нормально 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 затирочку сделали но пополам на половину половина еще не доделана вот собака довольно женькина есть где прохлада полежать вот значит что делаем купили вот такую вот плиту который заменяет нам все что угодно где великолепно можно готовить парить варить великолепно здесь должна быть должна быть кухня я за нее уже проплатил немножко денег задаток дал на остальные бабок пока нет вот вот эту трубу канализационную я наконец-то перекрыл буквально неделю назад стойку вот эту сделали мне ребята тоже мои друзья вот она идет на второй этаж к спальне в ванну где я мечтал когда-то жить но вероятно там не придется мне жить вот там же можно унитаз ставить еще раз покажу этот бордель здесь у нас белье сушится вот такой у меня вход вот так у меня собака лежит вот такой пуфик подарили мне мои ученики на день рождения я кайфую вот когда в интернете сижу это вы уже видели тоже фирменное все ну разумеется кресло качалка царя вот такой вид ну что идем дальше здесь осталось все по-прежнему строим материалы да здесь я тоже закрыл все только уже блоком ребята мне закрыли то есть там хорошая такая бронированная стена на второй этаж даже подниматься не буду там все то же самое здесь хлам в этой комнате где должна быть гардеробная тоже штукатуркой за один день его можно привести в порядок ну что я думаю продлить вот этот дешевый плитку дешевую вот сюда полностью которая ведет в спальню здесь тоже все выложить если даст бог до зимы если будет время вот эту комнату превратить ее в спортзал за штукатуре просто белой штукатуркой пол здесь нормальный ровненький резину проложить подготовить к зиме там вот как видите у меня штанга подаренная которая уже это стоечка и питер для бицепса штанга 50 килограмм хватает можно приседать и с гантелями ходить вот вот это еще 2 то я купил специально чтобы было видно с кухни вот и они видимо прижились слава богу то есть левая точно прижилась вот а вон там лежат две собаки у соседа которые не его но они возомнили что они могут там лежать постоянно 2 2 самки ну такие щенятами выросли у него когда дом строился и каждую ночь с пол второго до пол четвертого мне приходится выходить в трусах и гонять потому что они лают несосветно сами на себя то есть но немножко с психикой видно не порядке вот надо что-то с ними делать потому что спать просто невозможно но здесь опять-таки должна быть вторая ванная со стиральным со стиральной машины машинки даже такой бордель ну и последнее это покажу что у нас сейчас в спальне такая дверь у меня дверь колориферы которые спасали всю зиму два из них накрылись продержались только три месяца хорошо что женька не видит а то бы она орала что тут такой бордель но это мое видео поэтому снимаю что хочу вот такие занавески спасающие вот это королевское зеркало и я такой в трусах но и последнее что с ванной которую я тоже самостоятельно делал плитку и ребята устал я надоело мне доделали 90 процентов как видите вот остался то есть зеркало у меня остался один кусок вот здесь буква г так покажу вот и мне лень просто у меня нету времени что приезжать затирочки доделать поставил вот такую душевую цивилизованную очень большую стеклянную обошел обошлась она мне в 120 что ли это по скидке друзьям не сделали вот так что вот так да что я хочу сказать видите вот эту плитку которую я клал самостоятельно то есть изначально ровную мне клали мой ученик и все говорил что должно быть идеально но я вам говорил что практика от теории отличается значительно почему значительно да потому что плитку не обязательно клеить на хорошо отштукатуренный стену или на хорошо отштукатуренный пол ее можно делать клеить на неровные блоки просто-напросто предварительных обработав если у вас хороший клей если у вас руки не из задницы то ваша плитка будет прекрасно висеть вот она висит уже у меня полгода я это все делал самостоятельно на точно вот такую же стену понимаете да да толщина где-то где-то там перри перекосик небольшой видите но меня как хозяина это устраивает я не собираюсь сделать замок и с принцессу меня нет тоже мне наплевать вот я сделал так как мне по хозяйски нужно и хорошо и поверьте мне люди которые приходят они этого не замечают если вы не педант какой-нибудь или с немножко завышенными требованиями или может быть с нездоровой психикой то вас это будет раздражать меня абсолютно нет поэтому я строю дом для жилья а не для пафоса для края для какой-то там кому-то что-то показать я стою для себя и что единственное в чем я ошибся это можете посмотреть первое видео именно поэтому он такой огромный мне он такой большой не нужен я бы с радостью продать продал и переселился или может быть построил с нуля абсолютно маленький не более 100 120 квадратов что еще и здесь делал вот моя гордость тоже под потолком это стиль мне такой стиль нравится то стиль называется лофт ну пожалуй все это ваш папа смит пишите мне в комментах не забывайте подписываться на мой инстаграм если вдруг меня заблокирует в инстаграм папа смит 2 ищите меня на папа смит fashion папа смит fashion и не забудьте сейчас у меня идет челлендж еще целую неделю при котором вы можете заработать 10000 рублей побив меня или сделав время лучше тех ребят которые с вами будут соревноваться в этом челлендже всем привет от меня обнимаю